Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и мы говорим о наставничестве. Современное понимание обучения, наставничества, оно достаточно серьезно изменилось со времен первых апостолов. В нашем понимании наставничество и ученичество это, давайте так, сутрировано, это некие занятия в классе или же проповедь в церкви, когда мы берем какую-то аудиторию, собираем людей и мы начинаем их учить. Учить догмам, учить правилам, учить обрядам, учить каким-то другим вещам, как правильно соблюдать тонкости, что значит то или иное слово, как правильно двигаться, поступать, говорить, думать и так далее. И это наше греческое понимание наставничества, навязанное миру Аристотелем, но когда мы с вами говорим о еврейской традиции, когда мы с вами говорим о ученичестве новозаветном, то речь идет уже не о дидаск, то есть обучении, речь идет о попечении. Еврейский подход к наставничеству, он примерно такой, есть один ученик и один учитель. Помните, когда в книге «Деяния апостолов» говорится об апостоле Павле, написано, что он сидел у ног Гамалиила. Он не просто был в первых рядах, как некоторые проповедуют среди его учеников, по большому счету рядов там и не было. С каждым из учеников Гамалиил имел личные взаимоотношения, с каждым проводил определенное время, каждого учил, можно сказать, современным языком по индивидуальной программе. И апостол Павел находился у ног Гамалиила, это говорит о том, что они непосредственно общались. Ученики в ешивах, пророческих школах Ветхого Завета, они жили вместе со своими учителями. И учитель обучал ученика не на основании каких-то книг, догм или других каких-то подручников, он учил их собственной жизни. На примере показывая, каким должен быть настоящий служитель, что должен делать пророк и так далее. Конечно же, теоретическая часть присутствовала, но схема передачи совершенно иная. И сегодня, на мой взгляд, нам необходимо вернуться к этому, когда есть один наставник и один ученик, и есть личные взаимоотношения и передача своего духа, своего сердца, своей жизни по большому счету. Итак, есть два способа наставничества. Это греческий, аристотелевский, когда есть некий ментор, который обучает людей, передавая знания. И есть еврейский, восточный подход, когда есть учитель, который передает самого себя, весь свой жизненный опыт и свое наследие своим ученикам.